Сегодня у здания Харьковской обладминистрации собралось несколько десятков переселенцев из Донбасса. Все они приехали в Харьков летом, когда находиться в родных городах стало уже невозможно. Поселились в летнем лагере «Ромашка» в Пятихатках, но сейчас жить там стало проблематично. На улице похолодало, отопления нет. Лагерь рассчитан только на летний период. Теперь переселенцы просят чиновников предоставить им временное жилье хотя бы на осенне-зимний период. Нам некуда уйти. Возвращаться домой еще вообще невозможно. Это очень опасно. Поэтому мы просим, чтобы Рада помогла, именно с отоплением выделила какие-то денежные средства. Квартиры сейчас поднялись в цене, а ту зарплату, которую предоставляют, даже не хватит на то же жилье, чтобы снимать. Вот в чем дело. Переселенцы уверены, решить их проблемы поможет законопроект об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, который был внесен на рассмотрение в Верховную Раду в конце августа. Проект закона предусматривает льготное аккредитование переселенцев для строительства и приобретения жилья, а также социальную защиту. Однако законопроект до сих пор не принят, а ждать уже невозможно, говорят люди. Количество уезжающих из зоны АТО растет с каждым днем, на улице холодает, поэтому проблемы с жильем и отоплением для многих остаются самыми серьезными. Мы сюда вышли для того, чтобы обратиться, чтобы приняли все-таки этот законопроект, потому что нас много, нас в Украине очень много, не только в Харькове, в Киеве, во многих других областях. Мы просим, чтобы они его приняли все-таки сегодня, потому что холода уже наступили, мы в данный момент живем в лесу, в ромашке, поэтому там очень холодно, мы мерзнем. На обращение людей о предоставлении им какого-то временного жилья никак не реагируют, поэтому сегодня, в принципе, люди вышли, я пришла вместе с ними, чтобы их поддержать, потому что все, что я могла для них сделать, я сделала, даже сделала больше. Поэтому я очень надеюсь, что государство проснется и что-то сделает для этих людей, потому что они такие же украинцы, как мы с вами. Создатели законопроекта подчеркивают, в случае его принятия переселенцам действительно будет проще переехать в более спокойные города Украины. Для беженцев упрощается процедура устройства на работу, появляется возможность прописки в другом регионе без ликвидации старой на Донбассе. А государство не взимает налоги на гуманитарную и благотворительную помощь, как внутреннюю, так и международную, что поможет решить ряд проблем, в том числе проблему с отоплением мест временного обитания переселенцев из зоны АТО. Мы знаем, что некоторые международные организации готовы выделить достаточно большие средства для реконструкции летних санаториев и других зданий, для того, чтобы в них можно было жить. И этим законом предполагается бесплатное проживание вынужденных переселенцев в течение полугода, а незащищенных слоев населения, инвалидов, многодетных, пенсионеров и так далее. Этот срок может быть продлен. По словам авторов законопроекта, сегодня закон был включен в повестку дня на заседании Верховной Рады. Однако будет ли он принят хотя бы в первом чтении, пока неизвестно. Как утверждает Борис Захаров, для государства он является финансово невыгодным, поэтому ряд депутатов выступает против принятия законопроекта. В следующий же раз утвердить его смогут только на втором заседании Рады, уже перед выборами, которое состоится почти через месяц, 14 октября. Лариса Говина, Владимир Борох, агентство телевидения Новости.